Привет, ребят, я Штукинца из Израиля. Сегодня я вам расскажу свое мнение на тему ульпана. Идти ли вам сразу в ульпан после того, как вы приехали в Израиль, репатриировались? Или вам идти туда попозже? Как выбрать ульпан и все такое прочее? Ну, как выбрать ульпан я вряд ли вам прям супер полезно что-то скажу, потому что сама не знаю. А вот именно идти в него или нет, и когда идти? У меня есть на этот счет уже сформировавшееся мнение. И первый главный такой лайфхак. Не торопитесь, потому что, как я уже поняла, в Израиле есть очень хорошие ульпаны и есть очень плохие ульпаны. И очень хорошие ульпаны, они вас научат ивриту прямо классно. То есть вы будете говорить сразу, вы будете офигенно, у вас будет компания, у вас будет хороший опыт. Но также в Израиле есть очень плохие ульпаны, про них я слышала уже отзывы. И в этих ульпанах вы можете проходить туда, например, 6 месяцев, и вы единственное, что там научитесь, это алфавит и парочка каких-то фраз. И вы будете там учить скучные вещи, и вам будет, скорее всего, не очень нравится. Поэтому, как я поняла уже по отзывам всех людей, кто здесь ходил в ульпаны, самое главное, это именно выбрать такой хороший ульпан по отзывам. Для этого вам нужно вступить в разные группы, в Телеграме, например, и в других местах или в соцсетях, и спросить людей, а вот вы ходили в этот конкретный ульпан, он вам нравится, а какие у него, например, плюсы, какие у него, например, минусы, какой там преподаватель. Ну, вот такие вот вопросы задайте. И понять это, ну, заранее очень сложно, потому что в интернете тоже не так много информации. Короче, поспрашивайте просто людей, которые уже ходили в этот конкретный ульпан. И, скорее всего, вы тогда поймете, хороший он или нет. Следующая вещь, это почему не надо идти сразу? Ну, во-первых, что вы еще не знаете, какой ульпан хороший, какой не очень хороший. А, во-вторых, вы можете приехать, если вы в первый же день записываетесь в ульпан, ну, как бы в направлении, в ульпан дает министерство алия интеграции. То есть, чтобы бесплатно туда записаться, вы идете в это министерство, сейчас мы дорогу перейдем, все в порядке. Короче, вы идете в это министерство и просите направление, и по этому направлению вы можете уже бесплатно записаться в ульпан. Обычно это идет на уровень алиф, это, типа, самый простой уровень. Потом следующий уровень вы уже самостоятельно оплачиваете, если хотите в них ходить. Короче, проблема в чем? Вы приехали в Израиль, такие, типа, о, я сейчас буду учить и ври. Берете направление в первый день, и что вы с ним будете дальше делать? Хороший вопрос, потому что у вас еще документов нет, по сути, у вас банковский там счет не открыт, вы еще не знаете, что где, вы еще квартиру ищите, вы пытаетесь акклиматизироваться в Израиле, вы пытаетесь понять все, что происходит, вы в полном шоке, и у вас уже направление в ульпан. И вы еще с этим тоже в полном шоке, потому что, ну, это все как бы сложно, то есть, если вы в первый же день возьмете направление в ульпан, и будете пытаться в него ходить, мне кажется, вы реально можете сойти с ума в Израиле. Ну, потому что, блин, слишком много всего нового, слишком много дел, которые вам надо делать, и как бы, да, язык учить это круто и полезно, и мне в комментариях, и нам все пишут, что быстрее, быстрее учить язык. Ну, блин, ну, тоже торопиться не надо. Мне очень понравилось, как сказал наш куратор в министерстве абсорбции, мы пришли, я тоже такая, а направление в ульпан? Я говорю, а направление в ульпан, она мне говорит, да подождите вы со своим ульпаном, вы уже знаете, где вы живете? Я говорю, ну, типа, нет. А вы уже знаете, где вы, что я такая, нет, а вы уже в больничной кассе были? Я такая, нет. Я говорю, да нахрена вам, тогда сейчас направление в ульпан, если вы вообще ничего, типа, даже не бум-бум. То есть, конечно, да, вы можете его взять сразу, но просто, скорее всего, он у вас вообще потеряется где-нибудь среди ваших документов, пока вы там будете переезжать. Потом, ну, не факт же, что вы прямо в первый день туда пойдете, плюс вам надо отзывы почитать. Короче, мне кажется, в первый день вообще нет смысла бежать в эти ульпаны, потому что, да, язык, это, конечно, важно, но это не совсем первостепенное дело. Первостепенное дело все-таки, ну, вот, на мой взгляд, это именно обустроиться, найти жилье, понять, в каком городе вы собираетесь жить, может быть, там, подумать, что там с образованием, документы подтверждать, может, работу какую-то там начать думать, где вы деньги будете брать, потом понять вообще, где там ваша больничная касса, как туда записаться, получить паспорт, ну, вот это все. И это все занимает время, то есть, это все займет у вас первый, ну, месяц, наверное, жизни в Израиле, ну, может, пару недель уж точно, ну, там, две недели точно, даже, ну, побольше, пока вы там привыкнете, пока вы какие-то вещи разложите, пока вы поймете, где еду покупать и что такое шаббат, и вообще, ну, все вот это. Я бы реально раньше, чем через месяц после приезда в Израиль, я бы в ульпаны не пошла, даже если бы я просто была таким, знаете, классическим репатриантом, я просто немножко нетипичный случай, поэтому на меня вообще сложно ориентироваться, я блогер, и у меня вообще опыт довольно специфический во всем. Но если бы я была даже таким классическим репатриантом, который просто приехал, ему нужно выучить язык, там, найти работу и так далее, я бы все равно дала себе месяцок, чисто чтобы, ну, просто, короче, чтобы привыкнуть к этому месту и, опять же, выбрать ульпан, потому что если вы все-таки собираетесь идти в ульпан, то вам желательно жить рядом с этим ульпаном. Есть даже, кстати, ульпаны с проживанием, тоже нам в комментариях много писали. Например, если вы хотите тоже сэкономить немного денег и заодно выучить язык, вы можете пойти в такой ульпан, ну, загуглите просто ульпан с проживанием, их много, по-моему. Ну, мне несколько писали уже разных. Короче, это такое место, куда, ну, в основном молодежь едет, если вам там до 20-30 лет, то вы едете в такой ульпан, вы там живете, платите, по-моему, что-то там, какую-то фиксированную сумму, 5-6-7 тысяч шекелей за все время, вы там живете, у вас есть жилье, и там же вы учитесь по 5 часов в день. Короче, очень важный момент, что касаемо ульпана. Опять же, почему не стоит торопиться? Торопиться не надо, ребят, потому что, ну, прикиньте, 5 часов в день вы будете учиться. Просто вдумайтесь, ульпан это, ну, это 5 часов в день, это как работа. То есть вы, скорее всего, будете, ну, все время заняты, вы не будете ничего успевать. То есть вы 5 часов, у вас занятие, а потом еще домашка, типа, еще там часа 3. И так каждый день, каждый день. Это значит, что все, вы больше ничего не успеете сделать. Ни поработать, если у вас там работа какая-то есть еще удаленная, ни документы, ничего. То есть вам уже, когда вы идете в ульпан, нужно уже как бы остепениться, поселиться рядом с этим ульпаном, уже понять, что у вас в жизни происходит, уже немножко адаптироваться. Ну, вот так мне кажется. Не знаю. Те люди, которые говорят мне, что надо прямо-таки бегом-бегом-бегом, тоже понять можно, потому что у вас все-таки корзина абсорбции идет 6, по-моему, месяцев или что-то такое. Короче, время ограничено, и ульпан тоже 6 месяцев. И поэтому в итоге как бы сложно учиться в ульпане, если у вас нет корзины абсорбции. За свой счет вам придется, типа, где вы будете брать деньги. Да, в этом есть какой-то определенный смысл. Но все-таки, мне кажется, месяцок, ну, типа, даже 3 недели от приезда можно вполне подождать. Ничего там от вас не убежит. Если вы спокойненько осмотритесь, повыбираете, с людьми поговорите. Главное, побольше общайтесь в интернете с людьми, кто уже ходил в эти ульпаны. Не только, чтобы вам там куратор сказал какую-то информацию, и все, или кто-то один сказал. Поспрашивайте, просто покомментируйте там, ну, видосы те же в ютубе посмотрите. Сейчас куча людей снимают видео, блогеров завалить. Всех какой-то свой опыт. Просто спрашивайте в чатах, в разных группах, все время вот это все пишите. И тогда вы, ну, во всем этом разберетесь. Вот, ребят, всем удачи. Если есть какие-то еще вопросы про репатриацию или про Израиль, или вы хотите, чтобы я на какой-то конкретный вопрос ответила, пишите в комментариях под этим видео. И еще увидимся. Пока! Пока!